ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские автошколы предложили сдавать теорию ПДД при замене водительского удостоверения, то есть раз в 10 лет. По мнению образовательных организаций, это в первую очередь необходимо для того, чтобы проверить, знают ли автомобилисты правила, появившиеся недавно. Руководство ГИБДД пообещало рассмотреть данную инициативу, отметив, что в ней есть разумное зерно. ТРАССА СТО ОДИН Автозаправочным станциям в России вскоре могут начать присваивать звезды, как гостиницам. Учитываться будут многие факторы. Наличие туалетов, питания, услуг по подкачке шин и заправке омывающей жидкостью. Главное, конечно же, качественное топливо. Как отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, нововведение позволит, цитирую, «правильно раскрасить добросовестных игроков, которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия». ТРАССА СТО ОДИН Kia вскоре представит спортивную версию хэтчбека Rio нового поколения. Rio GT Line внешне будет отличаться четырехсекционными светодиодными противотуманными фарами, тонированными стеклами, хромированной выхлопной трубой, 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне новые декоративные металлические элементы, вставки под карбон на панели, сиденья, отделанные эко-кожей и так далее. Что касается мотора, то достоверной информации тут пока нет. Возможно, он будет таким же, как и у обычного хэтчбека. Повсеместное распространение в нашей стране машин с автопилотом – очень отдаленная перспектива, так считают зарубежные специалисты. Они составили рейтинг государств по степени готовности к этому явлению. Россия заняла в нем 18-е место из 20-ти. Наши основные препятствия на пути к беспилотному будущему, по мнению экспертов, низкое качество дорог, плохая сотовая связь, отсутствие специалистов и зарядок для электромобилей. ТРАССА 101 Компания «Феррари» сообщила о том, что начала разрабатывать первый в своей истории кроссовер. Как заявил представитель фирмы, это будет быстрейший автомобиль в своем классе. Ну, так куда уж быстрее. Первый кроссовер «Ламборгини» – «Урус», который вскоре приедет к своим покупателям, разгоняется до сотни за 3,5 секунды. Стоит 650-сильный автомобиль более 15 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА 101